Сегодня в 21 час 22 минуты по московскому времени в Москве был задержан известный оружейный барон Гагик Эскобар. При нем был обнаружен следующий арсенал, пару штук огнестрельного оружия, коробка чипсов Принглс, коробка Кока-Колы, гантели и лосьон от прыщей, тампоны с гравировкой свинина, а также блокнот. Сначала сотрудники ОМОНа подумали, что это коды от боевых ракет или коды от сейфа магазина, но далее выяснилось, что это блокнот с эскизами татуировок. По данным разведки, данная амуниция должна была попасть в руки украинскому вору в законе Яро-Лазовскому. В результате сделки, валютой в которой выступала бы мать киевского бомжа, возомнившего себя испанским миллионером, Эль Мики де Лакрус де Проститута, подробнее в сегодняшнем выпуске. Поет, танцует, играет в любимую игру, именно так проводит время на вид безобидный стример. Но как говорится, в тихом омуте черти водятся. В прямой трансляции он добрый и ласковый, играет в игру, общается с чатом, введет общение со своими зрителями, игнорирует сообщения и подписчиков. Но как выключается прямая трансляция, милый парень, показывает свое истинное лицо. На его теле уже более 20 татуировок, выглядит как настоящий зэк, забитые руки, торс и на этом он явно не останавливается. Выглядит пугающе. Поведение у данного гражданина не совсем спокойное, от слова совсем. Я не боюсь мяты! Я правляюсь мать! Он кричит каждую свою прямую трансляцию, а мат уже давно в его постоянном жаргоне. Блять! Почему дети бляны игра в 18 промс? Ладно, не заходят в эту игру, блять! Иди, иди! Ему даже стучат по батарее соседи Видно им не особо по душе его творчество, они явно, так сказать, не фолловеры его канала. Данный гражданин состоит в группировке NoNameStack. Особо опасная организация, которая совсем недавно сформировалась, но уже имеет какое-то значение на площадке под названием «Твич». Много делают, много говорят, много конфликтуют. Одним из их крупнейших конфликтов был с семьей Ла Маджо. Там были перестрелки, всяческие унижения. По мнению Ла Маджо они победили, по мнению NoNameStack'а победили они. На самом деле, взрослые люди, которые просто играют в недетские игрушки. Что касается самого стримера Гагика, нам пришел приказ сверху от Министерства внутренних дел заняться этим лицом. Положены все силы, чтобы выяснить, кто это и что это. Привлечены лучшие наши агенты и в скором времени будут выяснены все данные о нем. Им уже занимаются. Подробнее об организации можно найти в интернете, из особо опасных, и некоторых из них. Ярик, лучший во всех играх и хочешь дам откат. Приметы, короткая стрижка, любит кроссовки Фила, есть собака, с которой, мягко говоря, обращаются не лучшим образом. Кличка, не дейбок. Далее Микки по прозвищу Казино Мен. Приметы, волосы темные, средней густоты. Любит играть в казино и считает, что он лучший в этом. Ну дай 35! Васячик подсорвал, я-то ворот, ***! Ху-ху-ху! Следующий дрифт и Хасл Джексон очень опасный, так как может один выйти против толпы противников и оказаться победителем. К слову, именно к нему прилетал Гагик. Зачем и что за дела они вместе делали неизвестно. Также с ними был еще один член группировки родной 0, 8, 9. Он якобы проводил с ним тренировки, судя по видео, что сам Гагик выкладывал у себя в соцсетях. Это ***! Смотри, у *** сейчас стоит. Посмотрите, он *** пиздевает пехотинец, ***. Просто пехота. Я ему говорю, давай возьмем маршрутку, вас доедем. Посмотри. У***, 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 е***. Поднимал дух, готовил физически и морально. Страшно подумать, что такие опасные люди могли сделать за такой промежуток времени вместе. Спасибо нашим репортерам за такую очень важную информацию. Фото всех членов группировки вы сейчас видите на своих экранах. Но они с каждым днем пополняются и список может быть неполным. Будьте бдительны, вглядитесь в их лица. Если вы или ваши знакомые встретитесь с ними на улице, просьба сообщить в нашу редакцию. А также распространить данный выпуск везде, где можете. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok